да ведь человеку 34 года и зовут его денис касательно твича я скажу туда-сюда раз два три быстренько значит касательно твича потому что многие интересуются касательно твича да сейчас я скажу я сейчас даже донат отключу паша сейчас будет срать специально чтоб не сказал я умные вещи да эти все конечно могу понять о вот пожалуйста начинаешь что-то значит касательно твича сразу сейчас вопрос закроем да вы наверное знаете уже наверное многие да причину истинную почему меня забанили вот причины никакой нет скажу так вообще я ничего не нарушил меня забанили просто так для забанили просто так потому что там среди администрации есть кое-кто знаете кто я думаю да вот ну скажем так вот один да а вот потому что ну это мне удалось выездить потому что я общался там да непосредственно напрямую с компанией amazon то причину которую они мне указали да обычно за эту за эту причину которую они мне указали как нарушение обычно других стримеров разбанивать за три дня за три дня разбанивать обычно да а мне естественно там я не замуж на полгода бан ну там уже полчаса уже за это твич потому что дебильное просто поведение а вот уже просто ну меня пытаются да как-то всячески пошел отсюда значит всячески пытаются меня заблокировала то есть всячески пытаются меня заблокировать на твиче но я не жалуюсь мне щит честная встреча получил все что можно было в принципе то чего я хотел я получил потому что то что было на твиче это было действительно весело угарно прикольно я кайфовал как мог то что сейчас там происходит меня не впечатляет и как бы я там не смогу быть тем кем я хочу быть и кем я есть на самом деле да на твиче поэтому быть там мы сейчас это быть не самим собой а мне это не впечатляет для меня это площадка была всегда как площадка для общения с людьми в открытую напрямую что называется без купюр да скажем так в живое общение вот мы сидим общаемся как как будто мы рядом находимся друг с другом другом как семья как близкие люди вот на твиче этого не получится сделать потому что эта площадка уже и жила свое это площадка осталась как и площадка для заработка лишь и денег да именно компания amazon зарабатывает свои деньги на киберспорте вот творчество там и не пахнет творческих стримеров там не существует в принципе творческим людям там делать нечего они это понимают прекрасно поэтому их там нет не осталось эй салага чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем добро пожаловать при фаер батл на эпик дроп вот тебе инструкция как получить нож юнец пункт 1 переходишь по ссылке снизу и авторизируешься пункт 2 выбираешь сторону ближний или дальний бой ну и третий пункт выигрываешь и забираешь скины играть в при фаер батл на эпик дроп можно бесплатно раз в час даже на твоем мобильнике не расстраивайся если после первого выигрыша не золотишься ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами играй каждый день и точно получишь свое ссылку я оставил снизу став видео на паузу и играй это приказ все другие стримеры которые там есть они там кроме как заработать отработать свою рекламу больше не приходят туда в принципе вот потому что ну а это не их вина потому что эта площадка их так ограничила вот к сожалению как к сожалению мне жалко всех пацанов кто на твиче сидит в этих рамках тупорылых в этом скажем ограничение для себя в плане творческом ничего не могут потому что твиче это не позволяет сделать а вот потому что ну нельзя сказать то что хочешь нельзя сделать то что думаешь да как бы повеселиться что называется вот эту причину которую мне указали до причину бана боевого мне там указали за какую-то смешную вообще да да которая даже в принципе не присутствовала скажем у меня по большей части да ну даже если бы она присутствовала вот эта причина что не указали это три дня блокировки три дня блокировки все у меня естественно они забанили там до хуя времени ну ничего скоро справедливость восторжествует на на твиче да там будут среди модераторов адекватные люди это скоро случится я в этом уверен вот которые будут относиться к стримерам как к людям да вот они слушать всяких всякий биомусор который жалуется там да ну хотя в принципе все жалобы на отвечение в принципе да в основном никто их и не читает машет это дерьмо которых жалуются но не стоит внимания этих людей да но это понятное дело но все равно среди модераторов там есть расы они были там да не остались там и на и будет площадка твич нормально стрим площадка где человек который запускает трансляцию сможет быть самим собой да а не осуждать каждое слово которое он скажет да как дебил как петух как попугай сидеть сказал какое-то слово и сидит осуждает полчаса трясется бедолага чтобы какой-то дартам в америке не забавил сейчас там новая фишка и были скинули на твиче там баба на трусах сделала себе green screen и у нее прям на трусах трансляции игры в которую она играет я вот хочу внедрить эти технологии и чтобы у меня на трусах была трансляция игры я буду играть у меня на трусах будет игра значит а вот да сука еще я буду витубером у меня будет маска енота типа такая живая и на трусах вторая камера будет наведена на трусы меня там будет игра буду сука стримить трусы свои передеть заодно буду сразу чтоб удобно было камера сразу на нужном месте что называется правильно я начать написал в твич туда да ну не сам твич я в амазон написал в этом объяснили так сказать вкратце да что есть там один на среди модераторов да ну поняли кто вот и он просто ну ты на всю бушку и вот ну они там проверят конечно все но я не уверен что они как-то там смогут разобраться в этой ситуации давай уже как-то пух стала ну разбанят и разбанят спустя пять лет разбанили думал прикольно бы сейчас вообще паху лучше сидеть со ста зрителями где-нибудь другом месте чем в банном твиче сидеть и осуждать каждое слово мне не нужны зрители малолетки которые будут просто писать чатик ты говоришь на твиче есть свои крысы а кто если не секрет не скажу для меня всегда стримы были это как мой дом да как бы не пришел как бы общаюсь с людьми как со своими родными да то есть это моя семья это как бы мои друзья да я всегда хотел чтобы меня меня зритель воспринимал как как человека да просто как человека а не как какого-то не знаю стримера да который просто какую-то там делать смешную я просто хотел чтобы я как человека всегда воспринимали вот у меня это получилось потому что многие люди которые на трансляции я с ними общаюсь с большинство так именно как с людьми просто мы общаемся дружим друзья у меня благодаря стримам появились да а вот скажем так они вот эти вот которые оскорбляют только и срут в трансляции мне такое не надо зачем дед здарова чё то ты криво возришь после разбана говорил что прикольно разбанили а сейчас говоришь то что говорил до разбана точках рычаг кормушки подпустили так сразу переоблылся . может тебе ли посадок дедушка люблю тебя старый с днём рождения хорошего стрима сделали петбулл айея пожалуйста а я урвал себе ласточку Валера ты относишься к братишкина и есть ли опуста свеча с кем ты поддерживаешь отношения Есть, конечно, есть с Твичавскими. Поддерживаю отношения и со старых стримеров, ты имеешь в виду, да. Есть, конечно, нормальная отношения к братишке. Он, наверное, там из большинства стримеров один адекватный. Нет, мы с Хесусом не общаемся. Мы с Хесусом не общаемся. Мы с ним не общаемся. Я с ним не общаюсь. Девушка, как там твой кирпич не сломался ещё, а, да, кстати, ты можешь нарачу на работе и работаю, а ты очень сильно кричишь и мешаешь, мы с ними ничего не это не срались, у меня это самое, нет никаких у нас друг к другу претензий, вот, но я с ним не общаюсь. Хочешь купить мои курсы? Я Торлок, здрасти, я голубя однажды хвал, москвич, трик, слово хвал, пум-пу-рум-пум. Хочу, чтобы кофемашина твоя сломалась, Япон, сможешь убавить звук и работа. А вот, смотрите, обычно по этой причине банят на три дня, любого стримера банят на три дня за эту причину, никакие клипы там, нихуипы, вообще они здесь ни при чём, да, никакие клипы там, клипы эти были сделаны ещё, да, но когда нормальные правила были на Твиче, это пять лет назад, больше даже было. Я тебе залил фотку, посмотри, такая норм, или хуй мне оборудование. Раз, ебаный.